Пусть далёк ли ты, пусть тебе, пусть замерзал ящик, пусть тебе, пусть замерзал ящик, и на правом сил, чуя смертный чай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok им нужен кнут ты никогда не упускал случая показать свою любовь покажи им теперь свой кулак не стоит волноваться, родная не стоит? Милюков публично обвинил меня в измене а эта мерзкая дума ему рукоплескала я внучка королевы Виктории немецкая шпионка да, я на головину немка но немцев не выношу особенно императора твоего кузена ты ему верил, а он тебя предал а теперь Милюков с думой хотят устранить меня как немецкую шпионку ты что, забыл? или всё уже простил? ах, я ничего не забыл тем более не простил ни Милюкову, ни думи я сегодня подписал указ о распуске думы то зачем выступать перед ними? милая Родзянка очень просил Родзянка твой, революционер князь Голицын просил и ты послушал его? он председатель совета министров, родная он тряпкой развалена ты сама рекомендовала его, вспомни мама мама мама, мне страшно папа они хотели убить тебя и всех нас кто они? какие-то люди, я их не знаю успокойся, Алеш здесь никого нет, кроме меня и мамы у него температура он весь дрожит идём в постель осторожней, Ники Нюта, доктора зови и градусник дай градусник там лежит доктор Деревенька уехали а Боткину у Ольги Николаевны дежурят как она? да неважно температура высокая сорок боже милостивый дочки, а вы почему грустные? Машенька ну что ты нас повесила? а ты ещё спрашиваешь мне брата жалко он с тобой собирался и заболел он такой несчастный одинокий ну почему одинокий? у него есть вы есть я мама что мы? ты уезжаешь у мамы дело по горло дело по горло это что-то новое не объясните мне что это значит? дело по горло это значит очень много дел это правда не грусти не прощаюсь ещё увидимся уезжаешь через час через час возвращайся скорее без тебя очень плохо, папа поправляйся храни тебя Господь, дочка папа как ты себя чувствуешь сам? хорошо только глаза режет немного и горло чуть-чуть лежи, лежи как только поправишься и приедешь я повезу тебя в войска на смотрах, хорошо? помнишь сибирских стрелков? помню а флотилию подводных лодок в Риге? помню они были покрыты толстым льдом да, холод был ужасный минус тридцать и ветер так что одевайся теплее договорились? я всё равно не приеду почему? потому что я болею ещё долго буду болеть я всегда долго болею ты знаешь и мамы знают я инвалид, гемофилик кто сказал, что ты инвалид? никто, я сам знаю это неправда ты не инвалид ты хороший, живой и умный мальчик если бы ты всегда слушал меня ты был бы здоровым мама права ты непременно поправишься вот увидишь папа пожалуйста, не уезжай останься прошу тебя это тебе что это? открой, посмотри яичко? не только открой его часы этот бригет подарил мне мой отец твой дедушка теперь я дарю его тебе спасибо, папа папа не уезжай останься будем все вместе пожалуйста доченьки родные мои смотри славные мои доченьки родные мои м Продолжение следует... 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 Еще предвижу затруднение. Родной земли спасая честь, я должен буду, без сомнения, письмо Татьяны перевезть. Она по-русски плохо знала, журналов наших не читала и выражалася с трудом на языке своем. Родной, ты что смеешься? Не любишь Пушкина? Я люблю Пушкина, но ты читала так необычно. Спасибо. И так читала по-французски. Ваше величество, пришел граф Бенкендорф, просил доложить что-то очень срочное. Ботсман, читайте дальше. Ужас. Лежи, я скоро. Ну, давай, читай. Ваше величество, давайте лучше картинки посмотрим. Читай. А может, бокс? Давай. Ну вот, за тебя бригет уронил. Что это? Это часы. Ваше величество. Славная вещица. Стоить должно быть дорого. Идут? Идут. Слава Богу. Бокс! Ну как? Отлично. А книжкой? Можно. Евгений Олегин. Ну как? Хорошо. А теперь подушку. Отлично. Удар. Еще удар. Еще. Хорош. Ну как? Аут. Ваша взяла. Мама. Ботсмана, ставьте нас и позовите Татьяну Николаевну, пожалуйста. Слушаюсь. Как ты, родная? Хорошо. А что случилось? Потом расскажу. Мама-то звала? Что случилось? Ужасная новость. Бунт восстания в Петрограде. Военные изменяют присяги, переходят на сторону толпы. Господи, какая же это новость? Я же тебе об этом говорила. Когда ты мне говорила? Позавчера еще говорила. Что же, ты меня совсем не слушала? Да, возможно. Вы все больны. Голова идет кругом. Но это еще не все. Родзянка просил передать нам, чтобы мы поскорее уезжали отсюда. Да. Куда, мама? Куда? Не знаю. В Ливадию, наверное. В Ливадию? Вот здорово. Сидеть. А по-моему, мама, это очень хороший совет. Ведь если восставшие придут сюда, нам же будет хуже. Что ты хочешь сказать? Я хочу сказать, мама, что надо собирать чемоданы и двигать отсюда к папе. У него там войско. Что за выражение двигать? Двигать, мама, это значит доносить ноги, пока мы целы. Но вы же все больны. Лично я здорова. У тебя ухо болит. Пустяки. Закутаемся потеплее и на вокзал. Верно? Верно. Закутаемся и к папе. Он нас во виду не даст. Надо ехать. Мама, ты должна это понять. Да, характера тебе не занимать. И в кого ты у меня такая? В прабабку. Краю Викторию. И в тебя, мама. Немножко. Пойду дам распоряжение. Пошли телеграмму партнера. От твоего имена, разумеется. Можно ли? Покажешь мне. Конечно. Положение ухудшается. Надо принять немедленно меры. Ибо завтра будет поздно. Настал последний час, когда решается судьба России и династии. Председатель Государственной Думы Радзянко. Ну и что же хочет от меня Радзянко? Новое правительство, ответственное перед Думой, во главе с ним самим? Совершенно верно, Ваше Величество. Именно так. Хорош. Нечего сказать. Стало быть, Конституция. Стало быть. Можно сходить. Разрешите доложить, Ваше Величество. Толпа взяла штурмом кресты. Освобождены не только политические, но и уголовники. Батюшка, Света, час, свой часу нелегче. В городе начались грабежи, мародерства. 250 тысяч бастующих. Только что из Сарского по телефону получили запрос графа Бенгендорфа. Что в нем? Не желаете ли вы, чтобы Ее Величество вместе с детьми отправилось к вам навстречу? С больными детьми мне навстречу? Какая в этом необходимость? Я сам к ним приеду. Необходимость очень острая, Ваше Величество. Петрограде революция. Опасные минуты, Ваше Величество. В Петрограде неопределенность. Правильное ваше место и место наследника в Ставке здесь. Справедливо сказано, Государь. Вся Россия в покое. Кроме Петрограда нигде беспорядков нет. Вся действующая армия строго вам подчинена. Как же вы, Государь, можете все это оставить и ехать сам на опасность в Царское? 64 дивизии ждут только сухой дороги и приказа о наступлении. Снарядов теперь вдоволь, Государь. Немцев мы побьем. Победа близка, Ваше Величество. На расстоянии вытянутой руки. Да, пожалуй. Благодарю вас, Михаил Васильевич. И вас, Илья Леонидович. Благодарю вас, господа. Предлагаю всем пойти попить чайку. Мы за. Вы не возражаете. Прошу вас, господа. Владимир Николаевич, задержитесь, пожалуйста. Слушаю. От Бетховена уходит служанка. Он так расстроился. Просит ее, Анна-Мария, не покидай меня, не покидай. Ты меня столько лет вдохновляла. Она говорит, кто? Я? Прошу внимания, господа. Через час выезжаем. Куда? В царское село. Приказ государя. Продолжение следует. Что вы предлагаете конкретно? Предлагаю склонить государя к отречению. Если это не сделаем мы, это сделают. Чхиидзе и Керенский с Савдепом. Совершенно с вами согласен, Александр Иванович. Сегодня утром я должен был ехать к государю. Но меня не пустили. Советы требуют, чтобы со мной ехал Чхиидзе с батальоном солдат. Именно поэтому мы должны действовать тихо и быстро, никого не спрашивая. Надо дать России нового государя. Тогда юридически революции как бы не будет. Браво, Александр Иванович. Я согласен и поддерживаю. Я тоже поддерживаю. Решено. Ваше Величество. Прибыл командующий Северного фронта, генерал Русский, и с ним двое. Двадцать один. Кто? Начальник штаба Северного фронта, генерал Данилов. Начальник снабжения, генерал Савич. Где они? Столовые. Я им чай предложил. Пьют. Двадцать четыре. Что? Двадцать пять. Ваше Величество, все командующие фронтами за ваше отречение. И генерал Алексеев? И генерал Алексеев. Это общее мнение. Прошу познакомиться с их телеграммами. Прошу познакомиться с их телеграммами. heiten. Погнали. Обстановка, Ваше Величество, крайне тяжелая. Она не допускает иного решения. Потеря каждой минуты может стать роковой для существования России. Я горячо присоединяюсь к сказанному. Эта жертва нужна для блага России, для конечной победы. Но как знать, господа, действительно ли вся Россия за мое отречение? Прошу прощения, государь, но сейчас не до анкет. Ситуация складывается так стремительно, что всякое примедление чревато гибелью. И только ваше отречение, смиренное, христианское, спасет Россию от смуты и от военного позора. Может быть. Может быть. Скажите, доктор. Но только откровенно, не щадя моих отцовских чувств. Будет ли мой сын, Алексей, жить так, как все живут? И сможет ли он царствовать? Понимаю, Ваше обиде, что всю боль вопроса и ответственность в моменте. И поэтому не буду лгать вам. По науке царевич Алексей не должен дожить и до 16 лет. Но медицина, доктор. Может ошибаться. Случается, Ваше речество. И, как говорится, да, это Бог. Но исцеление наследника было бы чудом. Сохранить и плодить его жизнь можно только крайней предосторожностью. Благодарю вас, доктор. За что? За правду. Ведь ее так трудно высказать. Зато теперь я точно знаю, как мне надо поступить. Благодарю вас, Сергей Петрович. КОНЕЦ 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 Прошу следователя. Я принял решение отречься от престола. До трех часов сегодняшнего дня я думал, что смогу отречься в пользу сына Алексея. Но позднее я переменил решение в пользу брата Михаила. Я думаю, вы поймете чувства отца. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Вот текст отречения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А что это будет, это значит «практически»? «Практически это будет значить, Ваше Величество, что охрана дворца переходит от сводного полка и конвоя к войскам гарнизона. Кроме того, вам не разрешается пользоваться телефоном. Ваша корреспонденция подлежит контролю. Те лица и свиты, кто не пожелает быть арестованными, обязаны покинуть дворец сегодня же до четырех часов дня». «У меня больные дети, им требуется лечение». «Врачи будут пропускаться беспрепятственно, Ваше Величество, но в сопровождении охраны». «Когда я увижу мужа?» «По нашим сведениям, Его Величество прибывает в царское завтра, 9 марта». «Генерал, нас не оставят вдвоем?» «Ответьте, генерал, скажите правду. Что с нами будет?» «Ваше Величество, не огорчайтесь. Вам не грозит ничего худого. Все это пустая формальность, меры предосторожности против разгола мятежных войск. Все равно ведь вы привязаны к месту, пока хворают ваши дети. А когда они выздоровеют, я слышал, на Мурмане вас будет ждать британский крейсер. Так что не отчаяйтесь». НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Звали Ваше Величество? «Только что генерал Корнилов от имени Временного правительства официально объявил мне, что мои дети и я арестованы. Слуги и работники, не желающие переносить все тяготы с нами вместе, должны покинуть дворец до четырех часов». «Я остаюсь, Ваше Величество». «Мерси, Пьер. Иного я и не ждала. Теперь, мой друг, прошу вас помочь мне и поговорить с моим сыном. Ему надо все объяснить. С ним сейчас доктор Боткин. Пусть он придет ко мне». Здравствуйте, господа. А что это вы там делаете? «Ищем брюгет». «Папель Ботович, где волосы?» «Евгений Сергеевич, было бы хорошо, если бы вы навестили Ее Величество. Она сейчас в большом кабинете». «Ваше Величество, я к вам позже зайду». «Алексей Николаевич, у меня для вас новость». «Какая?» «Завтра приезжает ваш отец». «Вот здорово! А мама знает?» «Ну, разумеется, она мне об этом и сообщила». «А во сколько приезжает папа?» «В 11 часов. И больше в Могилев он не поедет». «Почему?» «Потому что ваш отец более не хочет быть главнокомандующим». «Значит, я никогда больше не пойду с папой в ставку и в войска?» «Ну, не огорчайтесь, Ваше Высочество. У вашего отца теперь будет значительно больше свободного времени, и вы сможете чаще видеться с ним». «Дело в том, что ваш отец не хочет быть более императором». «Почему?» «Он устал, и в последнее время у него было множество всевозможных трудностей». «Ах, да. Мама мне говорила, что когда он ехал сюда, его поезды расставали. Но после папа будет императором?» «Почему?» «Великий князь Михаил Александрович тоже отказался от престола». «Но если не будет императора, кто же будет управить Россией?» «Ну, Россией будет править Временный комитет, созданный Государственной Думой до созыва учредительного собрания. Возможно, тогда ваш дядя Миша взойдет на престол». «Откуда это у вас?» «Подарок». «Чей подарок?» «Их высочество Алексея Николаевича». «Вы не обижайтесь, Боцман, но я должен проверить. Таков порядок. Да вы присаживайтесь. Дело ваше». «Проверяйте. Только уйти я должен до четырех. Я с господами оставаться не могу. Не себе я». «Я понимаю, понимаю. Постараемся выяснить быстрее». «Ты почему плачешь, милый?» «Мне папу жалко. Где ты была? Почему она долго не приходила?» «Дела задержали. Прости меня». «Еще мне Боцман жалко. Почему он от нас ушел и даже не попрощался?» «Боцман плохой человек. Позабудь о нем». «Неправда. Он очень хороший. Он мой друг». «Боцман нечестный». «Нет, мама, ты не имеешь права так о нем говорить». «К сожалению, имею». «Нет, не имеешь». «Успокойся. Вот. Это твой брикет. «Где ты его нашла? Я его потерял». «Милый, нашла его не я, а дежурный офицер. И знаешь где?» «Как это?» «Очень просто. Боцман взял его у тебя и теперь сидит под арестом, как вор». «Неправда. Он мне крал его у меня. Я ему его подарил. Боцман хороший». «Ты говоришь мне правду?» «Да. Боцман хороший». «Да. Боцман хороший». «Ты сказал, что потерял?» «Да, сказал. Я просто забыл, что я его уже подарил Боцману». «Когда же ты успела?» «Когда ты ушла, и тебя не было». «Ясно». «Ты знаешь, что мы сейчас сделаем?» «Я позвоню дежурному офицеру и попрошу его освободить твоего друга Боцмана. Я велю ему передать твой подарок и принести извинения». «Ты доволен?» «Мамочка, я тебя очень люблю». «Прости меня. Пожалуйста». «Все в порядке, Боцман. Может идти?» «Ваше Величество, это полковник Кобылинский, новый начальник караула. С ним штабс-капитан Коцегу. Прошу вас». «Ы ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Открыть ворота бывшему царю! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сынок! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА